Добрый день, дорогие друзья! Сегодня снова с вами Мальта и Марка. И, как я и обещал, будем сегодня делать обзор на Ром. Посмотрим. Джеймс Кук. Если вы все знаете, то Джеймс Кук, он был, значит, военным капитаном, да, он исследовал тоже океаны и, значит, на Гавайях, впрочем, он кончил свою жизнь. И поэтому, возможно, и название осталось еще, значит, Джеймс Кук. По-русски будет Кук. Так что, кто знает историю про него, не буду рассказывать, мы маленько знаем, что погиб он, значит, на этих островах. Вот. Как погиб никто не знает. Или его съели аборогены, как пел Высоцкий, или он как-то по-другому умер. Ну, короче, аборогены его убили в конце. А съели они его или не съели, это уже другой вопрос. Об этом никто не знает. Итак, давайте будем пробовать, значит, такой вот Ром. Я сейчас надену другие очки, чтобы немножко что-то прочитать. Так. Что он выглядит, пишет? Ага. Эхтер Уберзей Ром. Он настоящий заморский Ром. Как можно перевести? Значит, что тут? Пишется сзади. Сзади пишется не очень-то много. Пишется все-то. Ну, мы не будем читать. Короче, заморский Ром про Кука пишет, что он, когда был в индийском, где-то на Макияне. И, значит, вот это вот. Ну, после этого лапша. Куча вывешивает лапшу в нем. Значит, как он, нежный запах такой. Я не знаю, там в индии никогда не делали этот Ром. Ну, после так описывается, такое описание идет, что когда он был там, плавал, и ему это понравилось. Цвет какой-то там, горы какой-то там, и, значит, нежный такой запах гифурсов, которые там были, где-то в Индии или где-то там он был. В принципе, это не так важно. Просто такое описание по ушам. Едет просто по ушам. Хотя они пишут, что это настоящий заморский Ром. Ага, хотя тут стоит, что, разливают его в Миндане. То есть у нас не дезакт. Тут от нас, может быть, километров 200, наверное, может, меньше. Значит, разливают его здесь. Значит, он 100%, то есть 40%. Значит, 40% он. Ну, это больше ничего и не пишется. Опять же, тут уже нарисовано все, беременную женщину, но ее пить нельзя. Помните, я уже как пиво показывал? Вот, можете, да, сейчас посмотрите, если будут вам видеть, объясните, если... Где эта бумажка здесь? Нарисована. Где она нарисована? Вот она нарисована. Поближе руку. Режу. То есть, предупреждает, что женщинам пить спирту, нельзя, если они беременны. Понятно-ка. Давайте посмотрим, как она вообще. Ну, ничего, она открывается. Все вместе, какой-то, посмотрите. А вот я и пошла. Ну, в принципе, этот рум пахнет более-менее нормально. Я бы не сказал, что у него такой запах острый. А запах напоминает маленький, как коньяк. Раньше мы в Германии пили тоже коньяк. Шантре назывался. Ну, что-то этого к чему напоминает. Он напоминает, как коньяк, причем считается, как ром. Ну, давайте посмотрим. Вот такая маленькая стопочка. Слышишь, как звучит? Тик-плик-плик-плик-плик-плик. А вот теперь пошел уже запах маленький. Покрепщик, потому что она нам помешалась, наверное. Да, я говорю, запах. Даже какой-то сладости такой. Может быть, даже она сладкая будет. Пока не понял. Он, наверное, сладкой будет. Значит, закусство я буду с залами. Если кто помнит, я снимал когда-то взор, что я покупал. Вот именно это вот залами такое. И с булочкой. Интересно. Ну, давайте попробуем. Как он чувствуется, конечно. Соро градусов. Хорошо. Конечно, теперь не хорошо во рту. Я говорю, не-не-не, я не пойму, коньяк, не коньяк. Ну, чтоб сказать, что это как самогонка. Я раньше был ром какой-то, он напоминал самогонку. Или это были виски, наверное. А это что-то такое коньяк. Как коньяк, как с вином. Маленько, чуть-чуть, чуть-чуть как бы сладит. Ну, в принципе, нормально. Видите, хорошо пошла. Колбаска уже пошла. В общем, нормально, в принципе. Стоит она почти 6 евро. Просто я сейчас не стал брать бумажку, где там написано. По-моему, она 5 копейки. Ну, где-то 6 евро стоит. В принципе, дешево, я так бы сказал. Угу. Может быть, его... Ну, в основном, допустим, в Германии, такой напиток, допустим, как ром, его не пьют прямо от пуры. Прямо как он ест вот такой, прямо из бутылки. Он обязательно что-то туда добавляет. Или добавляет, допустим, кока-колу туда, да. И дает туда еще, значит, пару кусочков льда. Когда он вообще становится холодным. Так видеть, так люди пьют. Ну, допустим, я холодный пить не могу. Как я вам говорил, у меня из-за... Потому что у меня бланды. Она тоже нормальная пицца. Ну, возможно, я буду постоянно его покупать. Мне, в принципе, понравился. Я говорю, я пробовал какой-то был ром. Был там негр нарисованный. Но он мне вообще был не понравился. Он вообще такой сладкий еще был. Мне вообще был не понравился. А не, вру. Это первый раз я был попробовал в Альмии, точно. Когда я служил в Эстонии. Как он назывался? А, по-моему, мне был нарисованный. Или как он назывался? Сладкая кровь или... Не помню, как он назывался. Тогда я первый раз был попробовал ром. И он мне тогда был вообще не понравился. Но тогда я алкоголь много-то и не пил. И вообще он мне не понравился. Но это, в принципе, неплохо. Слышите? Булькает. Ну, практически нормально. Я думаю, что может в будущем она все-таки 40% то есть 40 градусов. В принципе, в Германии, в которой я водку покупаю, она, допустим, 38 я покупаю. А в основном, у меня все водка немецкая. По 32 градуса. Ну, в принципе, нормально. Давайте еще попробуем. В принципе, хорошее. Почему я раньше думал, что они такие плохие? Нормально. Конечно, по-любому. Сейчас вот, после второй, или, может, то, что я колбаску ел, сейчас я почувствовал горечь. Сейчас вот такая горечь весь маленький. Но это, я думаю, все-таки, наверное, алкоголь. Поэтому чувствуется. Аж сильнее. Между прочим, неплохая вещь. Так что, дорогие друзья, я советую вам попробовать. Не потому, что я рекламирую, я от этого ничего не имею. Просто я, когда покупал, просто решил хоть что-то вам новое показать. Хотя я такого и не употребляю, да. Ну, мне вам, в принципе, понравилось. Надо бы попробовать ром еще с шоколадом. Потому что раньше, когда мы коньяк пили, да, коньяк шантрыл, то мы с шоколадом его закусывали. А Миша, по-сому, вот такое дело было. Было нормально. И так далее, друзья, вот такой вот маленький обзорчик. В принципе, я вот скажу, что нормальное. Ну, давайте я, как видите, третью стопочку обязательно еще налью. Так положено, по-три. Ничего не. Так, дорогие друзья. Желаю вам всем здоровья, счастья и удачи в жизни. Не болейте. Дай Бог нам всем здоровьем. С вами был Ваня Марко. Нормальная. Не знаю, почему я раньше думал, что она плохая. Нормальная. Окей, друзья, пока. С вами был Ваня Марко. Подписывайтесь на канал. Пока.